Последнее пятничное утро марта екатеринбургские гаишники отдали, как все лучшее, детям, а также их родителям. Сегодня они, дружные массово численностью в полторы сотни, вышли на улицы и их обочины и устроили день защиты детей, причем от их же собственных родителей. В 6 утра начался рейд «Детское кресло». Суть его, пожалуй, никому не требуется объяснять отдельно. Время самое то, когда родители, не имеющие гувернанток или садиков и еслей прямо во дворе, везут детишек, порой за 3-9 земель, сдавать для получения дошкольного образования. 62 таких учреждений Екатеринбурга этим утром обзавелись собственными постами ГАИ и за 3 часа там наловили 159 безалаберных родителей и водителей, почитай по одному в минуту в среднем. А отмазки у них порой звучали, как будто сами они впали в тот же счастливый возраст. Почему без детского кресла перевозите ребенка? У меня сзади детское кресло. Оно сзади, а почему ребенок впереди сидит? Я вообще не знала, что сиденье нельзя к древней кресле. У нас же просто там подушка, я и прыгаю. Уже не думала, сиденье, сиденье, пристегнут, пристегнут. Другие бесцеремонно использовали инспекторов, чтобы повысить свой авторитет в семье. Вот в такой ситуации дети очень серьезно страдают. Я понимаю. Вот в такой ситуации. И вы в ответе за своих детей, за свою жизнь. Вы, пожалуйста, нами не пугайтесь. Нет, я не говорю. Я говорю, потому что я всегда говорила, что нужно пристегнуть. Я не слушаю. Вас так зовут. Вас так зовут. Милан, а тебя как? Маму не слушаем? Да нет. Маму надо слушать. Маму надо слушать. Ну, а у некоторых выходило так, что причиной перевозки детей без кресел стало сильно возросшее благосостояние на фоне ужасающей нищеты. Ну, это когда появляются деньги на вторую машину в семье, а денег на второй комплект кресел отчаянно не хватает. Ну, а меняться, видимо, лень. Кресла же это ваша безопасность, вашим детей. Ну, прям такая ситуация, что вчера он к нам не забыл, а сегодня у меня есть. Мы такую ситуацию уже сегодня на дороге неоднократно слышали. У всех одни и те же их рассказы. Бабушка, дедушка торопился, не взял. И таких вот диалогов сегодня, напомним, с 6 до 9 утра в Екатеринбурге прозвучало 159 штук. Кроме того, по другим поводам было наказано и пешеходов, и водителей в общей сложности 197. Попробуйте сейчас угадать, сколько же из них пешеходов. Правильный ответ – 9 человек. 8 шоферов были выгружены из-за рулей по причине алкогольной опьяненности. Еще двое освидетельствоваться отказались, так что считайте. 10 кандидатов в преступники сегодня таковыми не стали. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...